Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 августа. Я хочу вам несколько слов сказать о зелёных томатах, а именно о сорте Малахитовая шкатулка, вот этот именно. Я уже говорила несколько раз, что томаты зелёные выращиваю в этом году впервые. И для меня необычно всё. Необычно то, что семена вот такие у них. Мне всё время кажется, что они недозрелые. Я боюсь, у меня там в глубине души всё-таки сомнение такое копошится, что вдруг они, семена эти, несозревшие. Я долго не могла понять, как они будут спеть, они зелёные-зелёные, но вот наконец я дождалась, когда Малахитовая шкатулка уже точно стала спелой, потому что в её описании написано, что плод становится из зелёного в такой, в изумрудно-жёлтый приобретает оттенок, но у меня он не только оттенок приобрёл, он вообще такой стал, ярко-ярко такой плод и мягкий на ощупь. Но, несмотря на такую спелость, хорошую, как я поняла, что вот это спелее уже не будет, несмотря на это, мякоть ярко-зелёная. Вот что у лягушки, я вот уже пробовала лягушку, болото, вот Малахитовая шкатулка, потом ещё какой-то зелёный, уже не помню, их несколько я в этом году посадила на пробу. Хочу отметить Малахитовую шкатулку отдельно. Несмотря на то, что ярко-зелёная вот эта мякоть не очень привлекательна зрительно, но мне уже в комментариях пишут, что если зрительное восприятие мешает зелёным цветом, с закрытыми глазами ешьте. Но меня удивила её сладость, вот повышенное содержание сахара по сравнению с другими сортами. Да, я ела лягушку-царевну, она такая, ну, мякоть вкусненькая такая, сладенькая, без кислинки, ела болото, тоже мягкое, тает во рту. Но когда я попробовала Малахитовую шкатулку, не идёт ни в сравнении ни с чем. Вот вкус очень сладкий, вот такой десертно-сладкий, именно не томат. Ну, вообще, мы томат же не воспринимаем как десерт, это же не сладости, это всё-таки у нас овощи. Но вот Малахитовая шкатулка просто поразила, убила меня своей сладостью. Я сейчас сижу, вот выбираю семена, конечно, про это говорить неудобно, но всё равно скажу. Я сижу, выбираю семена и съедаю всю вот эту Малахитовую шкатулку, всю вот эту вот зелёную мякоть. И меня уже не останавливает то, что она зелёная, и то, что зрительно она непривлекательна. Её вкус действительно меня поразил и покорил. И вот сижу сейчас, лакомлюсь. И для чего я снимаю это видео? Ну, хочу сказать, я же обещала в конце сезона рассказывать там какие. Вот из всех зеленоплодных, но это моё мнение, и у меня так получилось. Может быть, у других людей лягушка сладче будет. Вот из всех, например, из лягушка, болота, Малахитовая шкатулка, ещё сибирский Малахит я не пробовала. Вот из них вот эта вот Малахитовая шкатулка оказалась самая-самая вкусная, именно очень сладкая. Такая сладкая, что вот её действительно кушаешь и думаешь, создаётся впечатление, что это какой-то фрукт. Такой экзотический, необычный такой вкус. Вкус очень сладкий, даже не характерный для томатов. Обычно томат всё равно с какой-то кислинкой, хоть нота кислинки, но всё равно есть. А это прям вот повышенная сладость. Всё, не буду вас долго задерживать. Я вот высказала своё мнение о сорте Малахитовая шкатулка. Наелась её сегодня, ну, досыта. Запомнила навсегда этот вкус, такой сладкий, приятный. Вот прям, я не скажу, что приторно-сладкий, но вот именно повышенное содержание сахара, что она воспринимается как десерт. Всё, до свидания. Это была Малахитовая шкатулка. Кто не пробовал ни разу зелёные помидоры, я долго сопротивлялась. Много-много лет работаю, выращиваю всё, вот работаю с томатами, но ни разу не выращивала зелёные. Нынче посадила, вырастила первый год. По рекомендациям, мне все говорили, что они хорошие, вкусные, я не верила. Теперь могу сказать и своё мнение. Да, действительно, зелёные томаты ничем не уступают по вкусу всем остальным. А больше всего покорила меня Малахитовая шкатулка. До свидания.